Пустые ворота, так и звучит сирена. Все, это победа. Это победа Скифов. Концовку матча против Казанской волны игроки Скифов точно запомнят надолго. Эта победа гарантировала мальчишкам из поселка Новые Зори выход в финал Кубка Третьяка, одного из главных детских турниров в стране. До этого алтайские хоккеисты обыграли школы и систем клубов КХЛ, Северстали и Адмирал. Также Скифы без труда справились с командами из Сосногорска и Салихарда 24-2 и 13-0. Задоры самоотдача Скифов впечатлили самого Владислава Третьяка. Общение было коротко, ну коротко, откуда? С Алтайского края. Хорошие ребята, им очень понравилось и настрой ребят. Он лично каждому из наших ребят пожал руку, вручил вот эти замечательные медали, сфотографировался, там губернатор был, там мэр был, то есть они как-то очень активно к этому отнеслись, но они понимают, что детский спорт – это будущее вообще не только спорта, это вообще и будущее России. В матче за золото соперниками Скифов стали воспитанники питерской красной машины, школы, работающей непосредственно под эгидой Федерации хоккея России. В этом матче чудо на льду не случилось и победил коллектив из северной столицы. Тем не менее, Скифы стали первыми медалистами Кубка Третьяка в истории алтайского хоккея. И проигрыш в финале трудно назвать поражением. Скорее, это повод посмотреть на себя со стороны, чтобы понять, как стать еще лучше. У нас в сибирском регионе все команды, я не побоюсь это сказать, играет такой хоккей более медлительный, более какой-то там, ну то есть детский хоккей, так скажем. Они уже играют на более серьезном уровне, высокие скорости, это одно из самых главных. Поэтому вы сами видите, смотрите КХЛ, там даже ВХЛ, сильные команды, все на скоростях. Поэтому мы будем перестраивать в целом нашу концепцию. Ну то есть уже тренировочный процесс мы перестроили полгода, да, там. И я думаю, это нам помогло. И будем к этому стремиться. Этим турниром Скифы завершили сезон 23-24, но уже совсем скоро начнут подготовку к новому. После летних сборов дерзкая команда из Алтайского края начнет покорять одно из самых сложных и конкурентных соревнований – первенство Москвы. Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин. Новости.